Необычная акция обращения к водителю, в которой участвовали дети образовательных учреждений нашего района, нашла отклик не только у тех, кому были адресованы детские письма-рисунки, но и у жюри губернаторского конкурса «Наша Подмосковья». А его автор – педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Гармония» поселка Развилка Татьяна Бугрова, стала обладателем третьей премии областного конкурса. Впрочем, сама Татьяна Васильевна считает, что ее проект смог стать успешным, благодаря поддержке корректива, в котором она работает, управлению образования района, сотрудникам госавтоинспекции и, конечно же, ребятам, принявшим активное участие в акции «Письмо водителю». Когда взрослые не могут справиться с проблемой, на помощь приходят дети. Именно эта мысль пришла Татьяне Бугровой, когда готовился проект «Письмо водителю». Сколько взрослые боролись с этой проблемой, это просто было, вы знаете, даже иногда и некорректно. Она получалась по-всякому, потому что корректно не слушали, некорректно вроде откликались, но ненадолго. А когда вмешались дети со своими рисунками, вот именно такая форма, вот она вот прям выиграла. Проблему создали водители, которым было удобно парковаться рядом с подходами к Центру детского творчества «Гармония». Машины ставили так, что пешеходам трудно и небезопасно было ходить. Впервые акцию провели в сентябре 2013 года. Ребята рисовали рисунки, в которых обращались к водителям с разными просьбами. У каждого свой опыт пешехода, порой невеселый. Я шла в школу, и меня обрызгала машина, хотя я шла по тротуару. Ну, лужи, конечно, я понимаю, но все-таки если бы машины ездили чуть помедленнее, особенно во дворах, где ходят люди, и не брызгали, было бы намного лучше. Я вот специально это нарисовала, чтобы донести это до водителей. У меня сама и мама, и папа на машине. И вот даже мама один раз в аварию попала. Я вот очень захотела, чтобы все водители стали гораздо вежливее к нам, чтобы они соблюдали правила. Илья Борисов, беспокоясь за маленькую сестру и маму, в своем рисунке просил водителей быть аккуратнее на пешеходных переходах и у детских площадок. А Влада Дмитриева призывала автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения. Я хотела сказать, чтобы водители никогда не гоняли, чтобы соблюдали правила дорожного движения, чтобы они ставили машины в нужных местах, чтобы не заграживали проходы в школы. Дети были услышаны не только водителями, которые стали гораздо меньше парковать машины у центра, но и администрации поселения. Сделали вдоль лесного массива тротуар, освещение, установили лежачих полицейских. Не хватает только регулируемого пешеходного перехода. Проект наш, говорит Татьяна Бугрова, будет развиваться. И одной из следующих его задач станет установка светофоров на перекрестке. Мы хотели бы все-таки развивать вот этот проект, потому что проблема очень острая. И детям она не безразлична. Вот это самое, вот нашелся такой активный отклик в их душах. И поэтому наша задача развивать и помогать ими как-то реализовываться. Вот именно в изучении и даже на практике мы хотим, чтобы дети изучали правила дорожного движения. Для этого на территории творческого центра была обустроена площадка. В планах оснастить площадку электромобилями. Также в планах организация конкурсов по безопасности дорожного движения. В общем, участие и победа в губернаторском проекте подстегнула сотрудников детского центра творчества «Гармония» на новые дела и свершения. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Продолжение следует...